МТЗ Для жителей постсоветского пространства МТЗ стало таким синонимом слово «трактор». Говорим «трактор» и подсознание сразу вырисовывает Беларусь с своими характерными большими задними колесами. Свою надежность, репутацию свою эта машина в первую очередь заслужила благодаря своей надежности. Ну и немалую роль сыграла универсальность. На МТЗ стоят щетки, буры, в общем, спектр возможностей весьма широк. С недавнего времени сборку этих машин организовали в семье, здесь же, собственно, создали еще несколько автосборочных предприятий. Здравствуйте, это программа «Транспорт и логистика», меня зовут Дмитрий Олейников. И сегодня о том, как в семье создали целый автосборочный кластер. Ну и что, собственно, из всего этого получилось. Город семей, бывший Семипалатинск, вообще-то больше, конечно, ассоциируется с ядерными испытаниями и людьми от них пострадавших. Ну и мост через Иртыш еще вспоминается. А с начала нулевых семей стал чуть ли не крупнейшим казахстанским производителем автобусов, тяжелых колесных машин и техники сельскохозяйственного назначения. В 2007 году был открыт завод по выпуску автобусов с южнокорейской компанией «Дэл». И мы первый автобус получили в сентябре. На сегодняшний день ходят около 600 автобусов по Казахстану, проданы по всем городам Алматы, Астана, Атрау, Ахтау. И все наши автобусы едут и перевозят пассажиров. В 2009 году совместно по лицензии белорусской компании «Белорусский трактор» мы начали выпускать, открыли тракторный завод по выпуску тракторов. И вот на сегодняшний день мы выпустили более 7 тысяч тракторов и выпускаем на сегодняшний день 8 видов тракторов. Это начинается 80-й, 82-й, 8 видов тракторов, начиная от 32 лошадей до 300 лошадей. На сегодняшний день они все трудятся на наших полях в Казахстане, по всем областям нашего Казахстана. В 2019 году мы открыли по лицензии шахман из крупной корпорации «Китай». Взяли лицензию и выпускаем самосвалную технику, это шахман. Мы сейчас на сегодняшний день выпускаем более 500 машин в год. Я думаю, что на следующий год мы выпустим более 1000 машин. Это обеспечит наш рынок Казахстана по большой грузной технике. И сейчас мы выпускаем еще военную специализированную технику для нефтяников, для военных, для елогов. Их это на базе «Урала». Мы совместно с компанией «УралАс» по их лицензии выпускаем их в технику. Средняя зарплата у рабочих предприятий – 90 тысяч тенге. Когда все только начиналось, на заводе работали полсотни человек. Сегодня в коллективе уже почти полтысячи, а руководство компании уверено, что в скором времени работать здесь будут до тысячи городских жителей. Повышают здесь и долю казахстанского содержания, постоянно ведя переговоры с отечественными производителями комплектующих. Трактор МТЗ здесь начали собирать 6 лет назад. Тогда эти машины импортировались из-за рубежа и стоили, минуя длинную цепочку посредников, соответственно. Семейчане, открыв сборку в своем городе, посредников исключили, трактор стал дешевле. Тогда потребность в обновлении тракторов была на уровне примерно 9 тысяч единиц. Плюс каждый год страна импортировала около полутора тысяч белорусов. Всего таких машин в стране эксплуатируется больше 70 тысяч. И, как показывает статистика, в нашей стране в своем классе их почти 91%. На весной обруде на Урал, на веску, всю предпочитаем делать в Казахстане. И вот все, которым производим техника, которую мы производим, у всех есть казахстанское содержание. У кого-то 35%, у кого-то 30%, у кого-то 25%. Эти деньги остаются в Казахстане. А то раньше мы 100% проплачивали в Россию, или в Китай, или в Корею. Беларусь начали производить в Минске в 1950-м, наиболее известной МТЗ 50 и 80. Полюбились они и фермерам дальнего зарубежья, там на них пахали и пашут. В 1957-м трактор модернизировали, установили 10-скоростную коробку и раздельную гидравлическую навесную систему. Машины минского тракторного приспосабливают не только под сельскохозяйственные нужды. На них и транспорт эвакуируют, с их помощью убирают улицы, грузят, бурят и много еще чего делают. И даже гонки устраивают. В 2007-м в Семее совместно с южнокорейской компанией начали выпускать автобусы. Образцы продукции семейчан в большом количестве можно встретить в южной столице нашей страны, ну и, собственно, в самом Семее и главном городе области Усть-Каменогорске. За год из ворот цеха выезжают до 140 таких машин. А в случае необходимости производители обещают без труда выпускать с конвейера до 1200. Сегодня автобусы собирают из корейских машинокомплектов. Но над локализацией работают, тем более, что она в идеале должна удешевить производство. Но здесь, опять же, гладко было на бумаге. В ближайших планах автосборщиков установка в автобусы отечественных аккумуляторов. Затем планируют и казахстанские стекла, и казахстанские же бампера. Самый дешевый автобус обойдется заказчику в 16 миллионов тенге. Но и дальше от фантазии. Можно и кондиционер, можно и телевизор. В такой комплектации машины чаще покупают нефтяные компании. В 2014-м здесь наладили производство 12-метровых низкопольных автобусов. Ездят они на газе, соответствуют Евро-5. На данном посту у нас находятся стенды, где мы проверяем уже контрольное качество автобуса. На первом стенде мы проверяем угол развала схождения. Здесь автобус загоняется, проверяются передние колеса, развал схождения. И потом дальше проезжаем. Здесь у нас уже проверяются передние тормоза. Когда проверим уже передние тормоза, проезжаем дальше, заезжаем сюда задними колесами. И проверяем задние тормоза и парковочный тормоз. Потом дальше проезжаем на следующий стенд. Здесь уже мы проверяем скорость автобуса. Соответствует ли у нас пидумиту или нет. Ну, когда у нас тест все проходим, у нас там уже находится головной наш пункт, куда поступает вся информация с роликов и фиксирует наши данные. Это все компьютеризировано? Да, это все уже данные в компьютер заносится. Показывает каждый ролик, проходит он в стенд или нет, соответствует или нет. Когда, например, если есть какой-то неполадки, недостач, сразу это выявляется на стенде и исправляется, а потом заново проходит эта процедура. На том компьютере у нас включается, соответственно, этот стенд. Приезжали специалисты корейские, приезжали, да, кореи. И нас обучали буквально недавно, только новую программу ввели и запустили. Здесь у нас находится основное централизованное управление, вот с стендом, который подключен к компьютеру. На этом компьютере мы включаем стенд. Вот у нас значок, будет стендер. И вот выбираем автоматическую функцию, забиваем номер вин-кода автобуса и номер автобуса. И все потом последовательно поедем по стенду, проверяем, как я уже говорил, там азат, скорость. Также это можно все включить вручную и проверить отдельно какую-то, например, скорость или там азат, который у нас, например, может не пройти. Машиностроители Семея собирают и большегрузную технику высокой проходимости. Урал здесь освоили относительно недавно, но сегодня собирают 11 моделей. Сборка пока крупноузловая, запчасти российские. Небольшие доработки на заводе делают только при установке навесного оборудования. Заказывают машину больше государственной структуры, но случается, что уезжают на новых Уралах и частники. В день с конвейера сходят по два новых большегруза. На этом участке моя должность – инженер-контроллер, водитель-испытатель. В мою должность входит испытание автомобиля полностью и сдача его уже потребителю, коммерческому отделу. В своей работе я должен, обязан проверять полностью автомобиль на работоспособность, на работоспособность его силовых агрегатов, установленных на них навесных оборудований. Например, допустим, крановая установка, есть такой у нас манипуляторы. Мы здесь испытываем их. Водитель-испытатель и дефитовщик предъявляют нам машину, автомобиль «Урал». Мы его визуально осмотром ведется, какие-то параметры по приборам измеряем. Например, плотность тасола, масло в двигателе, чтобы сертификаты все являлись. Производится обкатка машины на полигоне около 25 километров. В общем, машина до 50 километров доходит. Это испытание ведется. Семьячане уже, в общем-то, обеспечили казахстанцев белорусами. Теперь дело думается за малым. Дать стране недорогие автобусы и большегрузы с большой долей казахстанского содержания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА